От полка осталось 32 кубка, и шли из окружений до самого Бреста. Всего-то начальство, писарь полка, последняя позиция, холм безымянный, что стал для английских стрелков Эверестом. Взрывом гранату мне порубило глаза. Командир наш, писарь полка Соломин, снял с себя мокрый мир, завязал мне глаза и сипло сказал. Посмотрим, нас еще двое, мы не дадим рукопашню, меня ты узнаешь по голосу, остальные не наши. А я бежал рядом с Соломином, выпираясь штыком в темноту, спотыкался и падал, вставал, воздух прикладом кружа, у ног моих бился, хрипел, умирал Соломин, они гоготали меня окружать, не знал я, что гибнуть придется. В таких условиях. Сержант Соломин ввел боевой дневник. Выйдем к своим, для четкости пригодится. Кто дезертировал, кто геройство в боях проявлял, кто где похоронен, всему вел учет, полковой писарь Соломин. Когда на кордоне лесном, погиб буреметчик Камила, и не остался больше в полку коммунистов, писарь Соломин, раненым горлом себя, пьясом со всеми, не нарушая уздав, принял в партию действующий состав полка, в том числе и себя. Все заявления, скотой и жавой булавки, сохранились в первом планшете. Я, рядовой Семенов Петр Ильич, из Саратова, улица Кроверная, 17. Имею 4 класса образования, грамотный, соц. предстотение Бонде. Прошу принять меня в ряды в ЭКПБ. Имею жену Марию и пяти ревдетных. Машенька, если что, возвращайся к отцу, в дерево. И приписано рукой у Соломина. Пал коммунистов за родину, у моста через реку Сирень, 20 августа 1941 года. Достоин ордена Красной Звезды. Я, рядовой Соломин, из Айла номер 5, около города Лоши. Неграмотный по-русски, либо киргизм. Соц. предстотение трудовой постой. Имею мать и отца, убитых по осмочению. Тяжело ранен в бою за родину. Умираю. Прошу принять партию ВГПБ. Записано с моим словом сержантом Соломин. Вместо подписи, права вы отбитали пальцы. И ниже, тем же округлым кисерским почем. Принял смерть коммунистам на высоте 230 в деревне Голинкой. 25 августа 1941 года. Достоин ордена Красной Звезды. Через 30 лет пионеры откроют планшет. Документом разным поверят райкомы и военкомы. Всех, кого принял в партию и представил к награде сержант Соломин, примут и наградят посмертно. Высота 230 на старенький как в трехгорске. Обозначена неправильными цилиндрскими овалами, будто рисунок по белярным линиям. Высоты, которые мы держали, похожи на кровавые отпечатки солдатских пальцев. Безымянная высота. Почему безымянная? 30 отдали навсегда свои имена. 4 Ивана. 3 Петра, 2 Ахмеда, Хамиль и Саша, Кирилл, Вадимир и Сань. И маленький сани-инструктор Акашин. Без вести павшие солдаты наши! Аккуратно. 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 Аккуратно.